Кто бегает быстрее, футболисты или переводчики? Почему Европе не хватает вакцин? Зачем тайцы имитируют собственную смерть? Почему русский блин – это критика? Что общего между барбершопом и киностудией? И как звучит хокку о переводчиках? Обо всем этом узнаем прямо сейчас. Программист из Сан-Франциско забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов. У него осталось 2 из 10 попыток его вспомнить. После этого деньги пропадут навсегда. Интересная история о том, как программист из Америки 10 лет назад купил 7 тысяч биткоинов. Тогда это было примерно 7 тысяч долларов. На сегодня совокупная стоимость этих биткоинов составляет 140 миллионов долларов. Но проблема в том, что он забыл пароль и не может получить к ним доступ. И как выясняется, аж 20% всех биткоинов утеряны таким образом. И в совокупности это составляет 240 миллиардов долларов. Друзья, в этом я вижу некую жесткость и невежливость технологий. Казалось бы, мы можем делать все быстро и эффективно. Но не хватает какого-то такта, какого-то этикета. Летом прошлого года был случай, когда американец покончил с собой, когда увидел неправильную, некорректную цифру в своем трейдинговом интерфейсе. Просто программа ему выдала ошибку, а он подумал, что у него кончились все деньги, он в минусе и из-за этого он впал в жесточайшую депрессию. Такие истории случаются регулярно и мы все к ним как бы уже немножко привыкли. Ну, например, я сам, когда учусь на Курсере и прохожу тесты, когда ты проходишь тест второй раз, бывает так, что интерфейс выдает тебе старый результат. То есть он запоминается где-то в кэше и попадает в тебе на глаза. И это сразу повергает тебя в депрессию, потому что ты думаешь, что ты уже теперь точно прошел, а у тебя опять там минусовый балл. Ну, в общем, это все очень странные истории, связанные с технологизированностью нашей жизни. И нам еще предстоит, наверное, сделать донесение информации через программы, через технологии более комфортным. В эфире Матч ТВ запретили говорить лайкать, лузер, перформанс и ноунейм. Ну, я считаю абсолютно правильно. Необходимо проводить языковую политику на телевидении и на всех средствах массовой информации. Англицизмы действительно заполонили, особенно спортивные репортажи. Порой просто невозможно слушать. Тот документ, который я видел, он достаточно разумный. Запишены такие слова, как андердог, бэкграунд, галиадор, кипер, лайкать, лузер, ноунейм. Ну, действительно, зачем употреблять все эти слова, если есть устоявшиеся и гораздо более благозвучные для русского уха эквиваленты. Есть, конечно, англицизмы, от которых не уйти, и тут дается их вполне разумный список. Арбитр, аут, аутсайдер, блок, бомбардир. Это все слова, которые имеют словарное употребление, и, конечно же, от них отказаться невозможно. На самом деле, грань между этими двумя пластами лексики достаточно отчетливая, и, конечно, языковая политика обязательно нужна, и начинаться она должна именно с лексики. И, пользуясь случаем, не могу, с сожалению, не отметить низкий уровень комментирования, по крайней мере, футбольных матчей на канале Матч ТВ в целом. Такое ощущение, что комментаторов иногда просто привязали наручниками к батарее, и они комментируют против своей воли, лишь бы отработать выделенный им временной слот. Конечно же, этим тоже надо заниматься. Можно к этому подойти со стороны языковой, можно подойти со стороны психологической, со стороны искусства комментирования. Я не знаю, что случилось на Матч ТВ, почему в целом система выстроена таким образом, что даже приходящие новые талантливые комментаторы, как, например, Нобеля Рустамян, постепенно сдуваются и просто откровенно скучают во время матча. На сегодня в стране у нас есть один замечательный комментатор, это Владимир Стагниенко, он работает на Первом канале и на Матч ТВ, и также я считаю хорошим комментатором Геннадия Орлова, который, да, иногда слегка формален, но человек искренне любит футбол и хорошо его понимает. Пандемия усугубила притеснение христиан. Оказывается, есть международная организация под названием Open Doors, которая отслеживает соблюдение прав христиан. Абсолютно правильно, что такая организация есть, жаль, что она не так часто о себе заявляет, но, как выясняется, во время пандемии авторитарные режимы под соусом запретов и наложения больших ограничений оказывают еще большее давление на христиан. На первом месте традиционная Северная Корея, ну, понятно, как авторитарный режим и как режим, который, в принципе, борется с любой религией. Но остальные страны в топе, притесняющие христиан, это страны, исповедующие фундаментальный ислам, Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан и так далее. В статье говорится, что в минувшем году более 300 миллионов христиан подвергалось притеснениям. Я думаю, эта цифра слегка, может быть, раздута, но, по крайней мере, никак не обосновывается, что именно мы понимаем под притеснениями и кто именно им подвергался и в каком виде. Но при этом было убито почти 5000 человек за христианскую веру, и это на 60% более, чем годом раньше. Получается так, что христианство одной из главных своих ценностей провозгласило всепрощение, смирение, но, как выясняется, далеко не все религии поступают так же. В Индонезии нашли наскальное изображение свиньи, сделанное 45 тысяч лет назад. Это древнейший рисунок животного. Посмотрите на него прямо сейчас. А предыдущее древнейшее изображение представляло сцену охоты и было найдено на том же индонезийском острове Сулависи и сделано оно было 44 тысячи лет назад. Сейчас появилось более древнее изображение и я поздравляю индонезийцев с новой туристической точкой и со стабильным источником доходов на ближайшие 200-300 лет минимум. Литва официально переименовала название Грузии на Сокартвелло. Любая страна имеет так называемые эндоэтнонимы, то есть само название эндо, внутреннее наименование, и экзоэтнонимы, то есть это все разнообразие названий, которыми страну называют либо соседи, либо вообще любые другие страны. И у любой страны есть один эндоэтноним и множество, понятно, экзоэтнонимов, то есть внешних наименований. В данном случае речь об изменении одного из экзоэтнонимов в литовском языке. Они решили отказаться от слова Грузия и применять само название грузин, их эндоэтноним Сокартвелло. Сокартвелло переводится как край, где живут картвеллы. В грузинском языке есть циркумфиксы, Са и О это вот такой циркумфикс, то есть два аффикса, окружающие другую морфему и передающие определенный смысл. Ну, пример циркумфикса в русском языке, для которого в целом они не свойственны, это глаголы типа раз играться, раз гуляться, раз и ся. Из других известных нам экзонимов Грузии это, собственно, Грузия и Георгия, наиболее употребительный вариант. Оба эти слова произошли от древнеперсидских корней, поскольку Грузия ограничат с Ираном, ну и также есть еще один топоним по отношению к Грузии – Иберия. Это древнее наименование грузинского государства. Также интересно, что в происхождение слова Георгия наложилась народная этимология в связи с Святым Георгием, то есть какой-то прямой этимологической связи нет, так сработали психологические, фонетические принципы ассоциации с мучеником Святым Георгием. Павлюченко. Реднап выдал. Переводчик романа бегает быстрее самого романа. Павлюченко поведал интересную историю о том, как, играя за Тоттенхем, он привез с собой переводчика, что было несколько необычно для Лондона, потому что, в принципе, все легионеры там худо-бедно обходились без переводчиков, используя английский язык. Ну а Павлюченко ходил на тренировки в сопровождении переводчика, и однажды тренер пошутил, сказав, что переводчик так быстро реагирует и так ревностно выполняет свои обязанности, что бегает быстрее Павлюченко. Ну, тот, кто помнит порой неспешную манеру игры романа, оценит эту шутку. Нэнси Пелоси предложила запретить в Конгрессе слова «Мать», «Отец», «Дочь» и «Сын». Ну, предложила и предложила. Тема этих языковых идиотизмов изрядно всем уже поднадоела. Но мне пришла в голову мысль, что сегодня было бы неплохо, если бы кто-нибудь от лица российского государства, может быть, не самые высокие чины, тут надо подумать, как это обыграть. В рамках такого здорового троллинга отправил официальный запрос в США с требованием отменить слово «слейвик» в значении «рабский». Ну, потому что оно созвучно «слав», «славянин». Одно время в английском языке даже эти два слова звучали одинаково, но со временем немножко разошлись ввиду политкорректности, я так подозреваю, но этого явно недостаточно. И мне будет очень интересно посмотреть на лица американцев, на их реакцию, потому что понятно, что сегодня русские зачастую употребляются в американской прессе в самых негативных контекстах, а тут придется встать на их защиту, исходя из всех современных модных требований к гендерному и прочему языковому равенству. В Тюмени спасли 4-летнего мальчика, который проглотил 10 таблеток и девочку. Ну, жизни спасают не только медики, но и запятые. Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Ушедший год охарактеризовался повышенным интересом к нематериальному наследию ЮНЕСКО, но почему нет? Это по меньшей мере добавляет веса статьям, которые пишут о тех или иных культурных феноменах разных стран. Ну, казалось бы, некая формальность и приятная мелочь, но на самом деле, если углубиться в список этих объектов наследия, то можно найти много интересных вещей. Ну, понятно, что финская сауна должна была там оказаться. Ну, просто потому, что в Финляндии приходится более одной сауны на двух человек. Ну, это как, например, в России было бы 70 миллионов саунов на все население, то есть совершенно безумное количество. Всегда, когда я был в Финляндии, я постоянно обнаруживал во всех хостелах, во всех отелях обязательно сауну с расписанием ее посещения. Подробнее обо всех интересностях Финляндии и о ее замечательном языке вы можете узнать на нашем втором канале финского языкового центра Lingue Contact. Но, возвращаясь к ЮНЕСКО, мы можем найти среди объектов, зарегистрированных в 2020 году, такие интересные устройства, как черфия, это техника ловли рыб при помощи пальмовых листьев, используемая в Тунисе, или Хокер, это национальная сингапурская фудкорт под крышей и в то же время на открытом воздухе, объединяющий в себе кухни разных стран. Фестиваль Нар Байрами, ежегодно проводящийся в Азербайджане и посвященный гранату. Ну, казалось бы, что такое гранат? Я вообще скептично отношусь к этому фрукту, но он имеет колоссальную эстетическую и символическую значимость для культуры Азербайджана, например. Ну, то есть, в ЮНЕСКО выбирают такие концепты, которые не просто необычные или уникальные, но при этом они объединяют в себе целый плац культуры и объединяют в себе целые концепции свойственной той или иной стране. Тульский оружейный завод переименовали. В нескольких местах в социальных сетях я видел информацию, что раньше он, мол, назывался имени Ленина, а стал императорским. Подтверждение про Ленина я нигде не нашел, и по большому счету это частное предприятие, и на собрании акционеров в честь трехсотдесятилетия завода было принято решение добавить титул императорский. Не вижу в этом ничего плохого, компания частная, и как любая другая компания, она вынуждена заботиться о бренде и о комфортности восприятия своего наименования. Не понимаю, почему так все возбудились в социальных сетях по этому поводу. Песков о расследовании про дворец Путина. Там даже ошибки при переводе с английского. Это просто вранье. Ребята в интернете обратили внимание на то, что в известном расследовании попадаются очень странные и тяжеловесные конструкции, свойственные как будто бы английскому языку. И действительно, если посмотреть некоторые фразы, например, то, что вы увидите сейчас, это сокровенная путинская мечта. На ее строительство он потратил 20 лет своего президентства. Очень странно, по-русски так и не говорят. Или существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве. И это самый большой путинский секрет, который оберегают сотни, даже тысячи человек от неизвестных охранников, садовников и строителей. Справедливости ради надо признать, что не весь текст такой. В целом, он довольно-таки гладкий. Ну и вообще, наличие таких переводных моментов особо ничего нам не добавляет, потому что мы уже недавно узнали, что один из ключевых сотрудников фонда борьбы с коррупцией проживает в Лондоне. В соцсетях третий день подряд выясняют, есть во дворце Путина склад грязи или нет. Попробуем разобраться. В этом же расследовании фигурирует некий чертеж дворца, который, возможно, был переведен с иностранного языка. И это вполне вероятно, на мой взгляд, потому что он составлен несколько кривовато, есть там многовато, на мой взгляд, заимствований и ошибок. Но это меня бы не удивило, потому что я сам работал в российской компании, которой управляли французы, и они очень любили прибегать к заказу проекта за границей. А компания, которая вроде бы проектировала этот пресловутый дворец, управляет итальянец. Но всех зацепил мем «Склад грязи», и в итоге, судя по всему, это действительно «Склад грязи», потому что там есть грязелечебницы, ну и вполне вероятно, что есть под них и какой-то склад. Но кто-то предположил, что никакого склада грязи и нету, а это просто плохой перевод с английского «маджум прихожая». Но вообще слово «маджум» больше употребляется в американском варианте английского, все-таки это далековато. Но самое прикольное, что сейчас в мультитране уже на перевод «маджум» с английского на русский дается вариант «Склад грязи». Если кликнуть и посмотреть, откуда он взялся, то мы увидим, что его добавили сторонники Алексея Навального. Хотя слово «маджум» на самом деле никогда не означало «склада грязи». Если посмотреть вебстер, у него одно значение именно «прихожая», то есть там, где складывают грязную обувь. Но все-таки это забавно, потому что в оригинале мы имеем только «склад грязи». «Маджум» это просто некий домысел, и зачем сейчас добавлять к нему значение «склад грязи», ну вообще ни разу не понятно. Южнокорейское телешоу восстановило голос погибшего 25 лет назад певца Ким Кван Сока и записало новую песню. В этой же передаче Фредди Меркури запел на корейском языке. Интересный корейский стартап, который при помощи искусственного интеллекта анализирует массив творчества того или иного исполнителя и может запросто написать новую песню и спеть ее и сыграть обо всей ее полноте. Ну, если посмотреть, как звучит Фредди Меркури на корейском, это выглядит очень даже убедительно. Ну а Ким Кван Сок это местный такой южнокорейский Цой, очень популярный лиричный исполнитель, который погиб тоже примерно в те же годы, что и Цой. Также интересно, что проводятся целые концерты с объемными цифровыми копиями умерших исполнителей с так называемыми голограммами. Это, конечно, выглядит слегка пугающе, но если мы вспомним, что в 19 веке запросто делали фотографию с умершими родственниками, то есть это была такая традиция провести обязательно фотосессию с умершим родственником, представив его как живого. То есть тогда, в принципе, к умершему телу было более спокойно что ли отношение, оно было не так сакрализовано, как сегодня, а сакральной была душа. Ну а со временем сегодня именно умершее тело все больше сакрализуется, а цифровая копия становится чем-то обыденным. Арт маски. Пять современных российских художников. Ну, друзья, я просто хочу, чтобы вы их увидели. Это очень красиво, очень классно, и мне очень хочется приобрести себе такую масочку и зайти с ней в какой-нибудь торговый центр, ну и посмотреть на реакцию охранника. Я думаю, это будет бесценно. Ну, а вообще маски появились, конечно же, задолго до пандемии, и они составляли важную часть художественной европейской и западной традиции, и маски именно были там, в искусстве. Ну, и еще они были, скажем, в каком-то асоциальном секторе. Поэтому странно сегодня наблюдать, как маски не просто легализуются, но и становятся чуть ли не обязательным атрибутом повседневной жизни. Но сегодня вообще происходит очень много странного. Кстати говоря, в исламской культуре ведь все происходило чуть ли не наоборот. Там маски были частью обязательной повседневной культуры, и, например, в той же Франции в какой-то момент их запретили, чтобы более успешно интегрировать мусульман в свое общество. И проходит какие-то 7-8 лет и французы в обязательном порядке заставляют всех снова носить маски и становится непонятно, зачем тогда вообще было их запрещать. Ну, вот такие вот странности нашего времени. Сатана, масоны или книга совести. История черной курицы самой загадочной повести для детей. Друзья, мне в ленту попалась эта рецензия и я не могу с вами не поделиться этим пронзительным и трогательным сюжетом детства. В первой половине 19 века Антоний Погорельский, псевдоним писателя Алексея Перовского, написал для своего племянника Алексея Толстого сказку, которая стала популярна на ближайшие 200 лет и сегодня она читается тоже с огромным интересом. Сказка повествует о маленьком мальчике Алёше, и свои каникулы в пансионате. Он ищет себе друзей и среди таких друзей находит чернушку, черную курицу. Он спасает ее от того, чтобы повар ее приготовил, заплатив повару денежку и в благодарность за это черная курица, чернушка завлекает его в подземелье, где она является министром и король подземного государства в благодарность за спасение министра дарит ему конопляное семечко. И с помощью этого конопляного семечка Алеша может выполнить любое свое желание. И Алеша как настоящий ребенок загадывает желание, чтобы все уроки выполнялись у него на отлично, а он бы не прилагал к этому никаких усилий. Его желание сбывается, но со временем он начинает портиться, становится более надменным, его характер ухудшается, он ссорится с друзьями, ну и со временем он вынужден рассказать об этом секрете учителю, а делать он этого не мог по договору с подземным царством, потому что в этом случае все жители подземелья должны будут бежать и черная курица должна будет умереть. Но перед лицом взрослой и суровой реальности ребенок должен совершить это предательство и стать взрослее. Вот такая вот исполненная драматизма и грусти сказка. В этой сказке очень интересным и талантливейшим образом переплетаются глубинные устремления ребенка, их столкновение с суровой реальностью со взрослыми и вот этот момент предательства своего лучшего друга для того, чтобы соответствовать чему-то более высокому, он, конечно, очень пронзителен и очень драматичен. Симпатии моего детства всегда были на стороне, конечно же, черной курицы и ее соратников. Сегодня много говорят о неотвратимом, холодном и в чем-то прекрасном черном лебеде как о некой неизбежности и некой страшной случайности, которая всегда приходит в нашу жизнь. Но я думаю, что убежищем от таких страшных и неизбежных черных лебедей может быть твой собственный внутренний мир подземелья, мир уютной черной курицы. Европейский Союз заказал более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса у крупнейшего поставщика компании AstraZeneca, но компания в итоге не справилась с поставками и сейчас вот идет разговор, что делать, как наверстать просроченные поставки. Ну, что я могу сказать? Надо было заказывать спутник летом в России. Байден фокусируется на экологическом кризисе. Ну, бог в помощь. Правительство Чили спровоцировало национальную панику, по ошибке разослав предупреждение о цунами после небольшого землетрясения. Правительство Чили то ли нажало не на ту кнопку, то ли приняло небольшие волны за огромные ценами, но подняло большой шухер среди прибрежного населения, которое было вынуждено экстренно эвакуироваться, ну, а потом вернулось на место. Ну, с кем не бывает. На платформе Яндекс.Переводчик появится возможность использования осетинского языка. Как перестать терять время? Пять стоящих книг по тайм-менеджменту. Нет времени их читать. Жители Таиланда имитируют собственные похороны, чтобы расслабиться. В Таиланде люди приходят в церковь или в монастырь и организуют так называемые mock funeral, то есть ненастоящие похороны. Это, как они говорят, позволяет им расслабиться, понять, что все бренно, и что проблемы, которые сегодня давят и гнетут, не так-то и страшны, потому что в итоге конец все равно один. Ну, если это людям помогает, современные западные, в том числе бизнес-практики призывают нас думать о смерти и думать о том, что мы достигнем с позиции, скажем, своей же смерти, ну, если это позволяет людям успокоиться и выстроить какие-то более, что ли, честные отношения со смертью, почему нет? Канадский барбершоп превратился в киностудию, чтобы обойти карантинные ограничения. Ну, эти истории связаны с изобретательностью предпринимателей, чтобы мимикрировать под другой вид деятельности и не попасть под карантин уже, наверное, даже немножко надоели, потому что, на самом деле, проблема-то не в том, что тебе наложили ограничения зачастую, а в том, что клиенты просто не идут. Ну, так было, по крайней мере, в каком-то смысле и у нас в языковом центре люди просто боялись учиться вживую. Ну, и сейчас у нас значительная часть обучения происходит онлайн. Но этим случаем, друзья, я не могу с вами не поделиться, потому что он очень прикольный и очень смешной. Она деятельность киностудий. Владелица барбершопа просто сказала, что она киностудия, поставила камеру, попросила всех клиентов подписывать заявление, что они участвуют в кастинге. Кстати говоря, во время съемок там можно не носить маску, поэтому стричься можно без маски. Попробуй, докажи, что это не студия. Если у нас будут подобные ужесточения, то, я думаю, этот сценарий мы тоже сможем использовать, потому что я конкретно сейчас нахожусь в аудитории, переоборудованной под студию, так мы сможем сделать со всеми аудиториями и никто не сможет доказать, что это не съемки какого-то, например, шоу. Друзья, в конце декабря мы проводили конкурс, попросив наших подписчиков дать свой вариант перевода газетного заголовка «Is a remote learning an easy A». Напоминаю вам, что там заключена целая культурологическая история, связанная с тем, что A – это, во-первых, оценка, easy A – это легкая пятерка буквально, и также есть фильм о девушке, которую упрекали как бы в легком поведении, и есть книга примерно на ту же тему, то есть надо было постараться как-то это передать и состыковать, что, конечно же, было сделать очень непросто. Было очень приятно увидеть около сотни вариантов перевода этого непростого заголовка, и на наш взгляд мы получили из десяток очень удачных вариантов, и из них выделили еще три, которых решили наградить. Ну, понятно, что основной акцент мы делали на идиоматичности выражения, ну, и бонусом, если удастся передать еще этот вот аспект легкого поведения, то будет совсем уж топ. Итак, третье место. Кому на дистанционке жить хорошо? Плюсы и минусы формата обучения. Второе место. Невыносимая легкость дистанционного обучения. И на первое место мы ставим следующий вариант. Пятерка легкого получения. Таким образом, друзья, первое место победитель получает у нас обучение на любом курсе по варианту эффективный, а два других места мы награждаем обучением на любом также курсе по варианту самостоятельный. Я прошу авторов этих переводов откликнуться в комментариях под видео. Тайна грез бабочки. Почему японская поэзия хайку сложнее, чем кажется? Праздник Нового года. Но печален я, вспоминая долгий вечер осенний. Японская поэзия хайку или хокку, которая одно время была очень популярна у нас в России, да и сегодня немало есть авторов и поэтов, работающих в этом жанре, на самом деле еще красивее и еще поэтичнее, чем мы можем себе представить, читая, например, переводы. Ну, потому что полностью японский хокку невозможно перевести. Дело в том, что японский язык имеет слоговую фонографию, то есть мы не можем просто так состыковать любую гласную с любой согласной, а мы вынуждены соблюдать определенные правила сочетаемости. Именно поэтому японская фонетика имеет такую характерную окраску. Именно поэтому японскому языку очень свойственна амонимичность, то есть одно и то же слово может выражать много разных смыслов в зависимости от контекста, ну и в зависимости от его графического выражения. Ну, например, есть смешной японский неологизм Кота Цумури. Это слово, составленное из двух слов. Кота Цу, это национальный японский столик, и Кота Цумури, улитка. То есть Кота Цумури, это такой столик-улитка, столик, которым укрываются, в том числе, люди в холодное время в Японии. Или слово ОСОРОСИЯ, оно составлено из слова РОССИЯ, Россия, и ОСОРОСИ, страшный, то есть страшная Россия. Именно поэтому японская поэзия лишена рифм, ну, потому что рифма, по сути, это ведь тоже уподобление одного слова другому, а амонимия, ну, можно сказать, это некая крайняя форма выражения рифмы. То есть смыслы и так рождаются на стыке сходного, одинакового звучания и на стыке разных смыслов, которые заложены в одном и том же слове. В стране моей родной цветет вишневым цветом и на полях трава. Иногда также такие пятистрочные хокко написаны соблюдением жанра акро-стиха, то есть первая буква каждой строки должна тоже что-нибудь означать. Ну, и в этом случае перевод таких стихотворений становится задачей просто нереализуемой и тем мастерам, которым удается хоть немножко приблизиться к передаче настроения и формальных требований хокко вызывают, конечно же, восхищение. В смысловом плане хокко свойственны созерцательность, дзен, ну, например, скажи бабочка, что увидела во сне, крыльями взмахнув. В любом хокко должен соблюдаться ритм пять, семь, пять слогов, что в русском языке тоже теряется, потому что русские слова длиннее. Также должно наличествовать киродзи, некое режущее слово, то есть то слово, которое переворачивает смысл, и обязательно должно быть кигу, сезонное слово. Тут надо учитывать, что в японском языке не четыре сезона, а аж 72. Сезон снегов, переводы защебетали. Подпишись на канал.